здрасте друзья арсений гуричев врач стопат клинический психолог я тут как-то зацепился разговоре про пальпацию вот пальпаться очень люблю пальпаться основной наш источник информации не буду сейчас наворачивать туда про перцепцию про вообще это часть вообще большой науки гаптики хаптики где слова кстати хапать оттуда хапать это оттуда то есть хаптика гаптика наука о получении вот этих образов всех до познания через это перцепция туда же это все частные случаи но мы в остеопатии естественную пальпацию я на такую пальпацию узнаете вот банальную что у нас там только не пальпируют ребята я смотрю селезенку пальпируют вот так вот берут вот человека за туловище и пальпируют я говорю чувствуете чувствую сколько говорю что сколько селезенок сколько она же одна ну послушайте на 1 в атласе в учебнике привица 1 в атласе синельникова ханса фенише она одна но в натуре то их не одна я находил и 2 на вскрытиях и 3 и 4 штуки 4 селезенки сколько не спрашиваю вы пальпируете селезенку пальпирую сколько но она же одна понимаете что такое ложь вот ладно другой вопрос как пальпаторно проникнуть такое место который проникнуть нельзя например в район бывшего сфенобазилярного синхондроза например почему бывшего уже сами понимаете наверное никакого хряща потому что мне там кость берете череп смотрите и видите там кость кость это кость хрящ это хрящ до какого-то возраста есть после нет но это ладно это мелочь значит как туда выходите вопрос вот вот эти два момента может быть я щас поясню как я их вижу как я их вижу вопрос можно туда проникнуть можно каким образом сейчас я расскажу как я это вижу может вообще у вас по-другому ну давайте начнем с простого это как залезть в то во что залезть нельзя возьмем какой-нибудь предмет предмет подходящего как обычно нет ну возьмем попроще что-нибудь писал у писала возьмем ручку смотрите если отдавить отсюда она смещается туда если давить отсюда она смещается туда вводим слово энергия механическая механическую энергию передаваемую вот сюда где мы видим работу этой энергии тут вектор здесь энергия тут вектор хорошо при надавливании с двух сторон где будет энергия понятно если мы больше давим с этой стороны энергии больше будет с этой стороны если больше давим с этой стороны энергии будет больше с этой стороны все очень простая модель например мы берем беремся пальпировать череп любым там каким вам нравится ну давайте так взяли его за затылок сжали сжали легонечко затылок почувствовали вот этой вот этой рукой вот это место это 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 значит наша энергия в кости взяли его за лоб этим почувствовали это этим это значит наша энергия во лбу и теперь соединяем это собрали это все собрали сюда или сюда или напрямую как только наши руки почувствовали друг друга значит мы там дальше просто точность туда нам уходить или туда нам уходить все нормально так мне кажется нормально чем сидеть закатанными наверх глазами и воображать что вы куда-то там залезли так теперь по еще интереснее откуда это взял изоляцию из внутреннего стиля китайского шума я сейчас это все упрощу перевору но это не важно сейчас важно принцип вот у нас есть определенное пятно контакта пятно контакта это не . понимаете это пятно и в нем есть минимум раз два три четыре и пять пять точек в одном в одном сне пять точек минимум смотрите если я надавливаю на руку она хочет против всплыть то же самое вот если буду давлять на печень на грудную клетку на таз без разницы у меня есть реакция теперь если я буду больше действовать вот этой точкой вот этой точкой то куда мы энергия направлена на его видно вот сюда вот сюда а если этой вот сюда ее давлю вот сюда давлю значит вот эта смена точки в пятне контакта дает направление энергии туда-сюда также сюда вот если сюда на себя и и заворачиваю тогда я вызываю вот такое движение вот такое вот такое а если наоборот сюда то вот такое еще более хитрый вариант этого мы не просто давим а мы натягиваем ту или иную часть в ладони там где будет больше натянута будет больше жесткости будет больше давления будет больше реакции таким образом а имеющие две руки мы можем пальпировать человека и очень точно очень точно очень точно выводить этот вектор куда вам надо надо на селезенку пожалуйста на легкое пожалуйста на кишечник пожалуйста на мозг пожалуйста вы везде проникнете этим самым способом какие еще есть понимаете чем более округлая эта пальпация менее линейная тем она будет человека как-то туда затаскивать за завлекать его туда целиком его включать для этого нужно понимать как минимум 3d пальпацию на 3 плоскостях это как минимум добавить туда 4d и добавить туда 5d когда у вас будет 5d у вас человек просто перед глазами встанет мы пока остановимся на этом мы остановимся на трех плоскостях собранных с двух точек 3 откуда берется реакция опоры когда мы угрузили человека пальпаторно у него мы можем осознать реакцию которым с опоры получается стала понимаете поэтому мы лежа лечим лежа легче чем сидим ну ладно до новых встреч решение найдется